Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Я надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и актуальные новости. А в этом видео я хочу поговорить про такие достаточно частые ситуации, когда у женщин возникает отечность. Достаточно немаленькое количество женщин периодически отмечают отеки в области лица, отеки к вечеру на ногах. И возникают вопросы, почему же происходит такая ситуация. Давайте с вами детально будем разбираться. И причин возникновения отечности на самом деле достаточно немало. В первую очередь это может быть связано с такими элементарными причинами, как неправильный подбор обуви. Если вы постоянно ходите в обуви на высоком каблуке или обувь с узким носиком, это, конечно же, достаточно неудобная обувь. И это все может приводить к тому, что у вас к концу дня ноги будут из-за этого просто отекать. Также, если вы мало двигаетесь, это приводит к тому, что возникает застой лимфы, и в результате этого может развиваться отечность. Помимо этого, если в вашем рационе присутствует большое количество соленой, острой пищи, это все приводит к тому, что будет задерживаться жидкость, и, как следствие, возникают отеки. Помимо этого, есть, конечно же, целый ряд патологических состояний в организме, которые приводят к возникновению отечности. И, в первую очередь, конечно же, это такие состояния, которые связаны с возникновением в женском организме лишнего веса и ожирения. И когда есть лишний вес, то, конечно же, это может приводить к варикозному расширению вен, и, как следствие, нарушается отток жидкости, и возникает отечность. Помимо этого, также низкий уровень белка может приводить к развитию отечности. Очень часто, особенно, бывает такая ситуация у тех, кто сидит на посту, либо у тех, кто в большом количестве ест сладкое. Это все может приводить к развитию отечности в организме. А также различные патологии, в частности, нарушения в работе щитовидной железы и такое частое состояние, как гипотиреоз, зачастую приводят к развитию отечности, а также различные гормональные нарушения. И, в частности, если в женском организме отмечаются дефициты эстрогенов и прогестерона, либо избыток пролактина, это также может приводить к возникновению отечности. Здесь для того, чтобы исключить гормональные нарушения, в первую очередь, конечно же, необходимо обследоваться и посмотреть, что у вас вообще с гормонами. Помимо этого, также различная кардиологическая патология, в частности, например, артериальная гипертензия, то есть повышенное артериальное давление, может приводить к возникновению отеков. И здесь, конечно же, обязательно необходима консультация кардиолога. Если у вас возникает отечность, здесь, конечно же, в первую очередь нужно дообследоваться, нужна грамотная врачебная консультация, и дальше уже нужен комплексный подход для того, чтобы устранить эту ситуацию. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если вы хотите получать еще больше интересной информации о женском здоровье, рада буду видеть вас в своем телеграм-канале. Для того, чтобы попасть в мой канал, переходите по ссылочке под этим видео. А я желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч!